добрый день дорогие друзья вчера выложил ролик и возможно невозможно скорее всего поторопился так как мои дорогие подписчики сделали мне вполне резонное замечание что я поторопился не сделал отстой и не сделал замеры после отстоя давайте сегодня это все исправим там еще пара парочка замечаний и сегодня давайте сделаем коротенький ролик на эту тему и исправим те недочеты которые остались ту недосказанность которая осталась в предыдущем ролике сделаем замер после отстоя батарея стоялось два часов до 20 до 20 время почти 12 сегодня у нас кстати насчет часов заказал батарейки друзья насчет вот этих часов скоро они у нас пойдут куда пойдут тут неизвестно но будем надеяться что в нужном направлении так 500 ампер также батарея с громким названием евро старт это белорусский производитель extra power ну просто так хочется ее купить посмотрим удастся нам ее выложить и выставить на продажу или нет так что после отстоя вот такие у нас параметры и сейчас будем делать сравнение делать сравнение вот у нас те параметры до начала работы 1323 напряжение 307 амперчиков у нас пусковой ток сопротивление чего нас там 1051 после ремонтных работ которые мы произвели на лихом китайском устройстве вот пожалуйста дата здесь дата и мы увидели понижение параметров ну поэтому по этой квитанции или по этому чеку у нас все понятно каюсь замер был некорректный и вот наш корректный замер батарейка отстоялась и на все 1272 304 ампера по иену в любом случае 304 меньше чем 307 которое было до работы и сопротивление 10 6 1060 в любом случае это больше чем 1051 надеюсь понятно так сух 51 процент и 51 процент на шишку меньше чем 52 поэтому я думаю дополнительные какие-то комментарии здесь излишне если вы я оставил эту батарею как многие написали надо 18 часов ну шара чем ты не доволен я не матерился еще если бы я оставил ее на ночь то мы бы эту батарею просто-напросто угандушили так вот с этими параметрами она еще послужит нашему народу и принесет мне какой-то бешеный доход на которые я куплю пол пачки сосисик а может килограмм бананов или два так судила не в этом давайте еще одно замечание было что не было замера был замер только по напряжению но не было замера потоку сейчас мы подключим все это что заматерился на поэтому не думаю как ты считаешь будем делать замер или не будем потоку будем на молодец молодец иди туда на место на свое сейчас подключу приборы и посмотрим какой ток выписывает нам вот это вот не могу я прочитать это название сами прочитаете сейчас подключим какой-нибудь из них и посмотрим какой ток выдает вот это устройство в режиме ремонта и что она нам дает в принципе вы уже поняли что он нихрена не дает пока остановлю записи продолжим чуть позже друзья вынужден сделать небольшую вставочку уже после записи ролика но я эту вставочку ставлю в середину ролика потому что я уже похлопал по батарее прежде чем и не хочу делать дописку пусть это будет середине ролика вот дело в том что вот эти вот показатели вот эти показатели я снимал на вот этот прибор вот на этот прибор на конвей 870 на тот момент у меня были проблемы 600 конвеем как я уже говорил что у меня были проблемы есть ролик на эту тему и поэтому давайте сравним параметры после нашего капитального ремонта вот видим так чуть не уронил отключу вспышку и мы видим на приборе 59 процентов посоху сто процентов заряда 299 ампер пусковой ток 975 сопротивление давайте заглянем сюда 932 сопротивление против 975 мрц у нас мрц конечно же здесь завышенная потому что я это снимаю после того как мы запустили и проверили топ запустили опять режим ремонта и как видим 59 процентов против 62 59 это меньше чем 62 для тех кто не умеет читать ну в том числе и для меня я сам то с математикой не очень 313 был пусковой ток здесь мы видим 299 явно явно и проседание так что вот этот ремонт как говорится вам у нас до пизды дверь вот все что я хотел добавить друзья ну приятного просмотра окончания ролика так ну что приборы на месте с помощью вот этого прибора мы будем измерять напряжение перебираемся плавник от нашему зарядному устройству и видим при подключении зарядного устройства мы видим вот такой ток 120 мили ампер так что погнали наши городских об очки мы все-таки видим пульсацию да так погнали 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 вот это вот я называю дрочиловом которая нам не надо которая абсолютно никакого эффекта не приносит результата не приносит электролит вы блять электролит сурфатации ох сработала моя бомбочка это я так чищу трубу но иногда клиенты откладывают личинку при такой неожиданности видим да вот с таким током около 1 ампера но так 999 все-таки пульсация идет идет дрочилово и потихонечку поднимается напряжение до было еще замечание в плане того что вот надо было полностью зарядить аккумулятор на этом устройстве и только после этого подключать режим ремонт возможно вы просто неправильно те кто сделал это замечание смотрели ролик начале ролика я сказал что батарея стояла на буфере на буферном дозаряде и после снятия буфера с буфера она отстоялась у меня часа полтора-два и батарея была полностью заряжена потому что у нас мрц это было на это нужно было обратить внимание 1323 в этом случае наше зарядное устройство никакой бы она бы сразу перешло в режим full то есть окончание заряда и смысл не было ставить его ставить эту батарею на заряд батарея полностью заряжена все что можно было с этой батареи вытащить я уже вытащил большего с этой батареи мы не вытащим и большего дни результата не добьемся так видим потихонечку ток у нас падает пока я за ним занимаюсь болтологией можете по-другому сказать нет это в пиковых значениях около девяточки мы видим до 900 с копейками мили ампер и до 300 надеюсь что удовлетворил любознательность подписчиков которым было это интересно вот в таком режиме это все происходит но в любом случае в любом случае пользоваться этой функцией друзья я думаю не стоит она полезна иногда как я уже говорил в момент когда батарея у нас глубокая просадка чтобы толкнуть батарейку до несколько раз я пользовался воспользовался этой функции но как ремонт как функция ремонта это чисто маркетинговая и бесполезная функция что касаемо непосредственно вот этих зарядок я ни в коем случае не хочу сказать что они плохие для подзаряда для ajm батарей это бюджетное решение в принципе она имеет право на жизнь батарейку подзарядить это все равно получше чем ездить на разряженной батареи но чем грозит вот это вот нам вот это зарядка чем она плоха для кальциевых батарей дело в том что вот так вот показываю неизвестно что в момент заряда малым напряжением у нас не при не происходит перемешивание электролита и вот как раз вот этот момент он чреват для батареи тем что электролита в батарее у нас идет слабо идет идет очень слабо очень медленно и какая-то часть сульфатов она все равно преобразуется в серную кислоту то есть в электролит но так как у нас не происходит перемешивание это серная кислота она под действием гравитации под действием земного притяжения так как и ничего не помогает ничего не делается для того чтобы этот перемешать электролит она просто-напросто оседает внизу аккумулятора раз и она оседает внизу аккумулятора значит у нас появляется там плотность которая не позволяет растворяться тем сульфатом которые там еще были и и в тот же в тот тот же момент эта часть пластин которая находится в среде с большим содержанием кислоты опять покрывается сульфатами и в итоге мы имеем очень глубокую просадку параметров и если также дрочить продолжительное время кальциевые батареи в таком режиме мы ну извините за выражение просто и угандошим вот в таком плане что еще хотел сказать что то еще хотел сказать но друзья пишите в комментариях чтобы вы хотели услышать чтобы я сказал пишите задавайте свои вопросы делайте замечание ну убедительная просьба делайте замечание в адекватной мягкой форме потому что неадекватные такие замечания людей которые считают себя намного умнее намного грамотнее чем авторы этих роликов я стараюсь не вступать с ними в дискуссию для меня проще нажать кнопку которая не дать ему не даст им дальнейшего возможности делать вот эти вот свои неадекватные замечания ладненько друзья на этом наш очень короткий ролик считаю оконченным как обычно хочу пожелать всем здоровья друзья попукивайте но не покашливайте всем прекрасного настроения улыбок близких сами улыбайтесь чаще успехов в работе берегите какую по какой стукнуть даже не знаю ну вот по этой давайте берегите свои батарейки всем пока пока